друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал а также мой канал можно найти на яндекс дэнни ссылочку закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте заходить и подписываться ну что ж ребят с вами обозреваем люлькин стрим вы знаете люля призналась в том что оказывается у нее есть некая миссия миссия показать на собственном примере что можно быть такой же сильной как она и со всеми проблемами справляться точно так же на раз-два как это делает люля знаете я считала что лёлькина основная задача это вытрясти деньги со своих зрителей ну те деньги которые у зрителей плохо лежат оказывается нет оказывается лёлька придумала себе целую миссию показывать на собственном примере что можно делать точно так же как она только я так понимаю что лёлька буквально рубит сук на котором она сидит она даже не понимает к чему она призывает лёлька призывает всех к тому что мол смотрите на меня и делайте как я но мы смотрим хорошо окей мы видим прекрасно что для того чтобы ей так скажем что-то приобрести где-то кому-то как-то заплатить до зарплату помощником или допустим купить каких-то поросят или отдать автокредит до закрыть автокредит а лёля всегда всячески прибегает к помощи своих зрителей сидит с протянутой рукой и просит у них донаты то есть получается если все последуют лёлькиному примеру если все сядут с протянутой рукой то ли тебе вообще никто больше ничего не даст ну по большому счету согласитесь в общем какие-то у нее непонятные примеры вот правда если бы она действительно сама чего-то добилась в этой жизни сама сама без помощи государства без помощи донатчиков без помощи чей бы то ни было соседей родственников и так далее тогда бы это действительно стоило уважение можно было бы об этом говорить а так когда ты на чужом горбу буквально в рай выезжаешь тогда в принципе и говорить пока еще не о чем нет у лёльки никаких заслуг за которые ее можно было бы действительно как-то превозносить да ребят как-то так далее далее вы знаете мне понравилось как на стриме лёлька начала защищать своего вот этого альфонса шурика ей очень не понравилось что жени б назвал шурика бомжу да представляете у них я смотрю там идет такая неприкрытая так скажем война и она начала возмущаться а у него то говорит уже не бета что есть сидит лёлька и выносит вот это вот все знаете вот эти вот склоки свои с бывшим мужем на всеобщее обозрение вы знаете и говорит ой этот женя б сам живет в съемном жилье сам пришел ко мне с долгами с элементами а значит два брака за плечами но говорит я была дура я его приняла таким какой он есть а вот мне знаете что интересно а чем ситуация у нее уже не бы отличается от ситуации шурика шурик пришел к лёльке тоже с долгами и это стопроцентная информация у него брак один точно за плечами есть двое детей и он тоже сразу же как только стал жить с люлечкой тут же бросил работу и сел на шею к лёльке а лёлька приняла шурика с превеликим удовольствием а что простите изменилось то почему я не сделала так скажем работы над ошибками почему она встала на одни те же грабли в очередной раз ведь даже если взять ситуацию жене б то ее тогда можно было бы в принципе оправдать ребят ну правда да денег у нее особо не было по крайней мере так она нам рассказывала она была одна с тремя детьми ей хотелось обычного женского счастья плюс не стоит забывать разницу ей тогда было двадцать пять двадцать шесть лет она была все таки молодая и глупая что то как ни крути можно списать на молодость а когда она да сошлась жени б кстати на тот момент он работал она об этом сама говорила а вот шуриком она сошлась в тридцать шесть лет ребят есть разница уже взрослая женщина с десятью детьми да женщина с достатком да да с достатком с хорошей зарплатой с отличной зарплаты на ютубе у нее тогда на ютубе была вообще офигенная зарплата так скажем женщина с опытом за плечами да жизненным опытом и сошлась с альфонсом вот мне просто интересно зачем ей был нужен такой же шурик это же тоже жени б по сути те же яйца только в профиль и ведь что самое интересное да что за то что она сейчас чехвостит и презирает женю б за то же самое на сейчас почему-то восхищается шуриком ах какой шурик ах посмотрите какой молодец ах посмотрите на какие жертвы он пошел ради меня ну да действительно имея такую знаете так скажем ну не я не знаю красавцем шурика точно не назовешь да то есть самая обычная внешность вообще по мне так лично вообще не привлекательная плюс еще какая-то поношенная сесть на шею к многодетной матери да а еще не просто так сесть что он ее она его одевала обувала плюс она еще за него и долги скорее всего выплачивала и вот все таки да все таки друзья мои когда она пытается приподнять шурика за счет принижения жени б она в очередной раз забывает забывает один момент что она опять же все это говорит во всеуслышание она говорит это на стриме этот стрим могут посмотреть их совместные жене б дети этот стрим могут просто вот сейчас она сидит а в прямом эфире да дети могут проходить мимо и услышать в очередной раз как она проходится обливает грязью их отца да конечно он там не замечательный и он должен платить элементы он тоже должен помогать но зачем ты же уже говорила о том ты сто раз об этом уже говорила это раз во вторых ты говоришь о том что я не говорю про их отца плохо чтобы они о нем плохо не знали но лёлька видимо считает что вот дети дети никоим образом не могут все это дело увидеть и услышать как она опять обливает грязью их родного отца и вот знаете когда она вспоминает что вот мол женя б пришел ко мне чуть ли не голый не босый я купила ему одежду я купила ему обувь люль а чего ж ты не вспоминаешь как ты приодела шурика при обула как ты покупала ему вещи да вещи пересылал василек но все равно наш заказывала не на своих детей да не для своей мамы а заказывала для шурика заказывала заказывала уверенно какие-то вещи еще ему покупала возила его в парикмахерскую конечно же за ее деньги а за чьи деньги если он несколько месяцев не работал покупала его ему попугая вывозила его я уверена что и в сауну они в ту же ездили просто скорее всего они это показывать не стали дабы так скажем не показывать как они живут на широкую ногу и она всех содержит опять же за счет донатов своих зрителей да то есть она для шурика делала очень много это не считая того что она еще и ну возможно платила и его так скажем долги да но когда лёля сказала что вот она говорит вы понимаете да я была дурой когда я говорит познакомилась жене б я включила материнство ребят когда она это сказала мне хотелось просто вот она говорит знаете а мне говорит хотелось о нем позаботиться о жене б и я включила материнство вот честно в этот момент когда лёлька в этом призналась я просто выпала в осадок да то есть я так понимаю что кормить было некого Ей что, поить было некого? Она же сама говорила о том, что она получала копейки. Она, на ее, так скажем, шеи было и так трое детей. Федя, Женя, Леша, да? И она решила поиграть в мамочку для Жени Б на тот момент. Что хочется сказать Лельке, да? Что, Лелька, лучше бы ты занималась своими детьми. Видимо, знаете, вот и на сей раз, когда она познакомилась с Шуриком, она тоже решила включить мамочку и стала Шурику вытирать сопли, содержать его, да, забыв о том, что у нее вообще-то есть много маленьких детей, которым нужно мамкино внимание, мамкино забота, мамкино тепло. Но мамка об этом опять в очередной раз забыла. В очередной раз она сидит, опять рассказывает, я девочка. Хочется спросить, Лель, в каком месте и когда ты была последний раз девочкой? Вот правда, вот это слышать от нее, у которой 10 детей, это как-то вот как минимум, знаете, смешно и нелепо. Затем стала для чего-то вспоминать какого-то мальчика, который за ней ухаживал еще, значит, когда она училась в школе, ну, ходила, значит, провожал ее до дома, ее одноклассник. Господи! Я вот думаю, когда Лелька успевала с мужским полом? Мне просто интересно. Если в 14 лет, опять же, по ее словам, она уже мутилась с этим Борисом, с 40-летним, которого она увела из семьи. Вот мне просто интересно с первым мужем, да? Ну, тогда еще не было ее мужем, он тогда был чужим мужем. И вот мне интересно, когда Лелька успевала с мужским полом? Когда она говорила о том, что вот, мол, так и так, он у нее был там первый, да? А тут, оказывается, и мальчики за ней ухаживали. А еще, кстати, Лелька говорила, что она была вообще внешне интересной. Я не знаю уже, кому верить. Но что самое интересное, друзья мои, самое интересное, да, это то, что ее дочка совсем недавно, Женя, на Дзене, жаловалась на то, что у них не было детства. По крайней мере, у Феди, как у старшего, у нее, ну, а также Лешке-картошке тоже, так скажем, немножко досталось, да? Зато Лелька, видите, у детей не было детства. Кстати, в этом призналась же ее же собственная дочь. Ее никто не заставлял. Дочка говорила о том, что у них были дети, дети, школа, дети. Дети – это то, что младшие дети были на их плечах, да? А дети, то есть ее старшие дети занимались ее детьми, которых она рожала каждый год. Но Алелька играла в материнство. Играла в материнство с Женей Б. Сейчас играет в материнство с Шуриком. Ей не хватает только одного. Родить Шурику еще так двое, двоих-троих детей, ну, так скажем, для полного комплекта. Не, ну а что, каждому мужику там по несколько детей. Почему бы и нет, да? В принципе, какая ей разница? Тут уже и Саша у нее подрастает, и Саша будет ухаживать за ее всеми детьми и так далее. Ребят, вы знаете, вот честно, я все равно не понимаю. Вот у Алельки постоянно она говорит, и постоянно она сама себе противоречит. Во-первых, что касается того, что... Ладно, сейчас, когда у нее в жизни появился Шурик, я прекрасно понимаю, на какие шиши она могла позволить себе содержать вот этого Шурика. На какие шиши она в свое время одевала, обувала с Женей Бой. Это хороший вопрос. Вспомните, она рассказывала о том, что она получала копейки. Она рассказывала о том, что она познакомилась с ним на сайте знакомств на тот момент, она жила в пустыне, да? Жила в пустыне, да. Рассказывала о том, что она ела кошачий корм. То есть, столько всего она рассказывала, как они бедно, плохо жили и так далее. Так из каких шишей, мне просто интересно, да? Она умудрялась одевать и обувать Женю Б. Я, конечно, в шоке. Но я не удивлюсь, если она сама ради этого дела брала кредиты. Кстати, она тоже там рассказывала, как мама ее, мама закрывала Женен кредит. В общем, что можно сказать? Лелька – это такой уникальный человек, который готов на все ради штанов. Но вот, к сожалению, не ради своих детей. Да, как-то так. Далее. Далее она… Вы знаете, вот что самое интересное, ребят? Кстати, собрали на зарплату бабе Нади. Собрали. И Лелька поменяла строку донатов, выставила на ней миллион шестьсот. Сказала, вот, пожалуйста, это будет уже остаток по автокредиту. Но, да бог с ним, я все равно хочу вернуться, как говорится, к нашим баранам. Вы знаете, прослушав вот эту вот лекцию, так скажем, вернее, ее монолог, да, о том, что какой же Небе плохой в очередной раз и так далее. Какой он, значит, ужасный. Вот он так плохо говорил про Шурика, назвал его бомжом. И она начала возмущаться и все это вываливать на всеобщее обозрение. Ребят, скажите, пожалуйста, зачем было сидеть, оправдываться за этого Шурика? Лель, ты бы не выносила всю эту историю на всеобщее обозрение. Ты бы вообще промолчала о том, что он назвал Шурика мудаком, да, я про Женю Б. О том, что Женя Б. назвал его бомжом. Зачем ты вносишь все это на всеобщее обозрение? Ну, если тебе так вроде как обидно за Шурика, если тебе так жалко, почему его так… Его и так, по твоим словам, зрители и хейтеры твои терпеть не могут. Я про Шурика. Но Лелька еще больше его унижает. А зачем она это делает? А за тем, что это продается хорошо. Понимаете, ребят, это очень здорово. Выйти, вытащить все свои грязные трусы, да, на Ютуб, потрясти ими. Так, а ну-ка, смотрите, вот я тут вывернула так. И так, а вы сюда еще загляните, а вы сюда. А вы еще, может, их понюхаете, да. А потом она скажет, ах, какие же они сволочи, ах, какие же эти говноканальщики ужасные, ах, какие же эти хейтеры-сволочуги, они лезут в нашу жизнь. А потом полудурочный Женя Б. выйдет еще, ей позвонит и скажет, скажет, Олечка, нам надо что-то с тобой делать с этими хейтерами, с этими людьми, которые портят репутацию нам и нашим детям. Так вот, полудурочные, репутацию портите себе вы. Мы лишь только, так скажем, по фактам, как раз-таки, факты, которые имеются в наличии по вашим роликам, по вашим стримам, делаем, так скажем, свои обзоры. Ни больше, ни меньше. Наши зрители, наши подписчики это у нас все дело комментируют. Но, а вот как раз-таки, так скажем, решение самого блогера. Выносить все это дело на всеобщее обозрение или нет? Продавать это все на Ютубе и в других соцсетях или нет? Ну, уж, коль вы выбрали такой момент, да, что вы всех, как говорится, под одну гребенку, то сидите, как говорится, и в принципе, и чего тут уже? Чего тут пенять на других, когда, как говорится, чего на зеркало пенять, когда рожа окривая? В общем, ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Ну, что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну, и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.